В Наринмаре прошел круглый стол, посвященный теме экспорта продукции северного оленеводства и других традиционных промыслов. Организаторами мероприятия выступили Центр поддержки экспорта Ненецкого округа и Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса. Приглашенные спикеры, эксперты в сфере экспорта мясной продукции Эди Коросов из Ямала Ненецкого округа и Мурманска рассказали участникам круглого стола, а ими стали представители бизнеса и СПК Ненецкого округа, о перспективах экспорта продукции, о подготовке к аттестации, о включении предприятий в перечень экспортеров и других мероприятиях. Ненецкий округ – регион перспективный для экспорта, однако для выхода на внешние рынки субъекту необходимо пройти процедуру регионализации и попасть в список экспортеров. Перспективы экспорта есть. В сегодняшнем округе есть условия для того, чтобы экспортировать. Это ветеринарное благополучие, это работа госветслужбы, это работа предприятий, это наличие уже современных объектов для производства мясной и непищевой продукции. Условия есть. Нужно пройти определенные процедуры по регистрации, по регионализации и начать приступить к экспорту. Завершится процесс регионализации, отметил Андрей Листишенко в начале следующего года. Вместе с Ненецким округом в список экспортеров, где пока только Ямал и Мурманск, войдут ещё восемь арктических субъектов. Пока идут подготовительные процедуры, как экспортно-ориентированное производство, себя уже начала позиционировать окружная компания «Заполярный олень». Сегодня предприниматели поставляют корма для животных по России. После вхождения региона в список экспортеров, компания со своей пищевой продукцией, глубокой переработки северного оленеводства, планирует выйти на европейский рынок. Важна культура потребления данного нашего продукта. Культура потребления сегодня сформирована, например, в странах Юго-Восточной Азии. Она уже давно сформирована, в том числе и в некоторых странах ЕС. Поэтому те страны ЕС, которые уже традиционным считаются, у них экологическое, био, о чём мы говорили на круглом столе, наверное, это те страны, на которые мы и ориентируемся. И в дальнейшем как раз и будем планировать, в том числе и при поддержке Центра развития экспорта. На сегодняшний день в Ненецком округе только три экспортера – это СПК «Харп» и два предприятия хозяйства «Ижимский оленевод». В текущем году они отправили на экспорт уже 16,5 тысяч шкур северного оленя. Для этого вида экспорта регионализация не требуется. В целом потенциал экспорта продукции северного оленеводства в Ненецком округе, по оценке экспертов, может приносить до 7,5 миллионов евро валютной выручки в год. Это деньги от экспорта оленина до 500 тонн в год, шкур оленя до 28 тысяч штук, а также средства, вырученные от продажи рогов, мяса диких животных, куропатка и зайчатина, готовой продукции и дикоросов. Это направление – это будущее и даст возможность иметь дополнительные доходы, развиваться на современном уровне. Но, конечно же, для этого нужны хорошие современные оборудования и учитывать те требования, которые сегодня задают наши коллеги из других регионов, которые готовы приобрести эту продукцию. Ну и, конечно же, всем нам необходимо учиться у коллег Ямала-Ненецкого автономного округа, Мурманской области. Успешным опытом в сфере экспорта дикоросов, в основном морожки, с участниками круглого стола поделился коммерческий директор, совладелец компании «Кольский край» Андрей Строгов из Мурманска. На рынке компании уже пять лет. По словам эксперта, успех в развитии внешних связей – колоссальная подготовка к самому процессу экспорта. То есть у предприятия, если говорить именно о предприятии, которое собирается заняться экспортом в НАО, должна быть довольно-таки существенная база, я имею в виду, и склады существовать, и специальное оборудование существовать. То есть до подписания самого контракта, допустим, с европейским контрагентом, с импортером, колоссально нужна подготовка именно компании. Впрочем, как отмечают эксперты, сложно только в начале пути. В целом требования понятны и почти одинаковые для всех стран. Как говорится, главное – начать. Я думаю, что самый главный и важный момент был о том, что предприниматели нашей СПК, они готовы к сотрудничеству, к объединению, к тому, чтобы решать и экспортировать то, что сейчас есть. Мы сейчас открыты для новых экспериментов. Предприниматели говорят о том, что что-то у них уже есть, что-то они хотели бы развивать. И я думаю, что вот такие крупные столы, как сегодня, помогут как раз нашим предпринимателям СПК быть ближе, чувствовать себя увереннее на этапе экспорта продукции. В текущем режиме всю необходимую информацию предприниматели и представители СПК могут получить в Центре поддержки экспорта Ненецкого округа по адресу улица Ненецкая, дом 3 или по телефону 2-12-77.